Новые антипиратские меры в интернете обсуждаются на фоне уже выполненных судебных решений о пожизненной блокировке сайтов, куда заходили заворованные музыкой и фильмами. Мера призвана перенаправить больше пользователей на легальные ресурсы, но все еще доступны так называемые серые схемы доступа. Репортаж Петра Дерегина. Ресурс заблокирован. Больше недели это сообщение видят российские пользователи вместо сайта одного из самых популярных торрент-трекеров. Это надолго, точнее навсегда по решению суда. Вот только на деле так называемую вечную блокировку на территорию России можно обойти и попасть на пиратский ресурс. Хакерские навыки при этом не нужны. Да, количество просмотров рутрекера упало примерно на 2 миллиона. И сейчас в среднем составляет 10 миллионов в день против почти 12 перед самым запретом. Спад есть, но цифры все равно огромные. Конечно, заблокировать такую махину, как рутрекер, сразу и навсегда, это, ну, скажем так, возможно только в теории. Мы можем взять ситуацию другую. Есть ресурс такой флебуста, когда по всем каналам, по всем смешиво, что флебуста заблокирована, у них был рост посещаемости. И за счет роста посещаемости они компенсировали снижение посетителей. А гляньте на графики сейчас, где они? Нету посетителей. График ушел вниз. Так что с оценками эффективности блокировки эксперты советуют подождать хотя бы месяц. В Роскомнадзоре говорят, в любом случае пираты получили мощный удар. Они теряют рекламодатели, и далеко не каждый российский пользователь станет пытаться обойти запреты серым способом. Легальные интернет-площадки сигнализируют о том, что у них трафик растет. К ним приходят пользователи. И мне кажется, здесь очень многое зависит от сознательности граждан. Качество другое, спокойствие, и самое главное понимание, что ты поддерживаешь, если говорить про отечественный кинорынок отечественного производителя, который эти деньги вложит в новые фильмы. И мы с вами сможем посмотреть новые хорошие отечественные фильмы. К тому же способы обхода блокировки нельзя назвать безопасными. По сути, они ломают все запреты в сети. Все, кто пропагандирует обход блокировок, забывают предупреждать, что обход блокировок – это техническое средство. И оно дает доступ не только к кино заблокированному или к музыке, но и к терроризму. Оно дает доступ к распространению наркотиков, ко всей той грязи, которая существует в интернете и которая активно зачищается нашими органами. Заблокированные пиратские ресурсы решают полностью уходить в тень. Если раньше они удаляли фильмы и музыку по просьбе правообладателей, то сейчас пираты решили сжечь все мосты. Значит, украденного и просто незаконного контента на таких ресурсах может становиться больше. У режиссера Константина Бронзита «Пираты еще летом» украли его мультфильм «Мы не можем жить без космоса» и выложили в сеть. Эта короткометражка сейчас номинирована на «Оскар», но тогда пиратство могло поставить крест на всех фестивальных успехах картины. Фестивали борются за право первой ночи, за право премьерности. Им не нужен фильм из интернетной помойки. Поймите нас, режиссеров. Я не от себя говорю. Я говорю буквально от всего сообщества режиссеров. Поймите. Вы не знаете, вы не представляете, сколько мне писало людей, режиссеров. У нас произошла ровно такая проблема. С конкурса сняли наш фильм в Берлине, потому что увидели его в интернете. Массовое блокирование пиратских ресурсов в постоянном режиме в России проходит впервые. В полном объеме решения суда сейчас исполняют 94% всех операторов связи. В Роскомнадзоре уже разрабатывают способы по улучшению существующей системы. Например, следующим шагом может стать более эффективный поиск и блокирование так называемых «зеркал» – копий пиратских сайтов, пытающихся избежать своего запрета в российском сегменте интернета. Петр Деряйгин, Ксения Гомонова, Ярослав Зорин, Дмитрий Витов, Ольга Князева. Первый канал.